Меньше чем ложь, Студия 7 Добрый вечер, дорогие телезрители, и снова в эфире Студия 7 после долгих каникул. С вами по-прежнему Алтын Камчиев и Нурлан Анарбаев. А нашу Айгуль мы поменяли на пиво. Не, не заметил, да, как я Фредди Меркьюри исполнил 20 минут? Нурлан, ты опять начинаешь одеяло на свою сторону тянуть. Давай немножко вернемся к сути нашей программы, тем более за время наших каникул произошло столько всего, что, слава богу, что нас не было в эфире. Именно. Но отныне хочу сообщить вам новость о том, что в нашей программе, в программе Студия 7, вы не услышите ни одной старой новости, ни одной старой шутки. Все будет новое с пылу жару. Так сказать, сегодня накосячил, завтра получил от Студии 7. Разумеется. Поэтому предлагаю обсудить события, которые произошли буквально на днях. То есть 31 октября, Хэллоуин. И вот это как раз таки самое печальное. Печальное, потому что из-за этого праздника все забыли о празднике, который ближе каждому гражданину Кыргызстана. О дне медицины Кыргызской республики. Не, ну почему забыли? Ты, наверное, интернет не читаешь. Вот я навече собрал хит-парад, так сказать, рейтинг твитов по поводу этого праздника. Итак, который они поселили 31 октября, посвященных нашей любимой милиции. Ну-ка, ну-ка, интересно давай. Итак, на третьем месте у нас расположился некто Сергей Макаров со своим твитом «МВД, Министерство внутренних драк». Действительно помнят? А я вам что-то помню. «Серебро» достается небезызвестному Оттаю Садыбакасову. Твит которого гласит «Лучше бы МЧС сделала массовую смс-рассылку. Сегодня день милиции. Гражданам настойчиво рекомендуется оставаться дома. Вы предупреждены». Ну и любят, надо делать вывод. Ну и, само собой, золотой твит goes to Рамиль Иртуганов. И вот, его твит. В конкурсе на самый страшный костюм побеждают вот эти парни. Всех с Хэллоуином. Ну что ж, нам остается поздравить господина Иртуганова, а свой приз он может получить в ближайшем отделении милиции. Ну а теперь перейдем непосредственно к новостям. Вот такой новостью делится с нами интернет-портал тазобег.кейджи. Депутат Джул Дошева потребовала, чтобы депутат Сапарбаев перестал смотреть в телефон во время заседания комитета ЖК. Это у меня новость. Целая сенсация. Вот именно. Поэтому журналист и решил на этом сконцентрировать наше внимание. Это создает сложности, возмутился Сапарбаев. Выкладывая в Инстаграм фотографии новых туфелей. Отбежать. Да, почему нет? Да, это обязательно создает сложности, заметила депутат Джул Дошева. В свою очередь Сапарбаев попросил ее соблюдать регламент. Так, и что в итоге? Ну, Сапарбаев покинул заседание комитета, оставив свой голос председателю. Я не понял. Я извиняюсь, конечно. Но вообще новость о чем была? Вот и я об этом. Поэтому сразу следующая новость. Замминистр труда Черганов предложил женщинам не рожать слишком много детей, сообщает нам ОКИПЕСКО. Я не понял. Это вообще всем женщинам или каким-то конкретным? Ну, по всей видимости, большинству, раз эта новость попала в сводку наших наростей. Так. Я представил себе эту картину, когда Черганов стоит за углом роддома и такой, пст, иди сюда, иди сюда. Чего? Какой ребенок? Второй. Я бы вам советовал немного рожать-то. Так что поэтому бегите, не оглядывайте. Вообще непонятно, почему заместитель министра труда дает подобные советы? Не вижу логики. Ну, а ты, вообще в нашей стране министерство и логика – это антоним. Вот, во-вторых, читаю, цитирую. По его словам, в 2013 году из 75 тысяч детей, закончивших школу, только 20 тысяч попадают в высшие учебные заведения. Остальные 50 тысяч, там, 5 тысяч где-то куда-то, не продолжают обучение и вынуждены отправиться за границу в качестве трудовых мигрантов. Получается, все дети, рожденные вторыми, или еще хуже, третьими, автоматически становятся гастарбайтерами. Так что выгодно рождаться первыми, ребята.